Привет! Сейчас я продемонстрирую вам, как провожу аудит интерфейса сайта. Меня зовут Егор Камелев, я проектировщик интерфейсов и основатель компании Proectorat. Сегодня у нас в гостях сайт FonarPro и документ под названием Аудит, который я уже подготовил. Сейчас обо всем подробно расскажу. Аудит нельзя проводить просто так, его надо проводить на предмет чего-то. Я обычно провожу аудиты на предмет достижения интерфейсом, поставленных перед ним целей. Поэтому первый раздел моего документа – это цели интерфейса. Клиент, который прислал ссылку на этот сайт, сказал, что цели – продажа ландшафтных опор. Соответственно, от этих целей мы и будем отталкиваться. Я проверю, насколько этот интерфейс способствует продаже ландшафтных опор. И когда мы знаем цели интерфейса, нам, как опытным проектировщикам, ничего не стоит вывести набор функциональных требований, которые необходимы для достижения этих целей. Причем мы их выстраиваем снизу вверх. Снизу вверх. Что это значит? Продажа ландшафтных опор. Это слово означает, что клиент заплатил деньги, оформил какой-то договор с продавцом. Эти деньги упали на счет продавцу. То есть реально с помощью интерфейса должна заключиться сделка. То есть это не лид, когда человек обращается в компанию, а это именно завершенная продажа. Поэтому нам нужен интерфейс, который позволит оплатить заказ. А чтобы оплатить заказ, надо до этого его оформить. А чтобы оформить, надо его сформировать в корзине. Ну и таким образом у нас появляются снизу вверх функциональные требования к интерфейсу. Я же вам их сейчас прочитаю сверху вниз. Это ознакомиться с ассортиментом, ознакомиться с деталями отдельного товара, добавить товары в корзину, редактировать содержимое корзины, оформлять заказ, оплачивать заказ, ну и обратиться за консультацией по заказу. Если эти функциональные требования исполняются, значит цели интерфейса достижимы. И поэтому эта часть, она самая важная в моем аудите. Потому что если какой-то функции не хватает, то и цель невозможно достичь. Если нет функции оплаты заказа, значит и продажу ландшафтных опор совершить нельзя. Следующий шаг, который я делаю, так как это экспертный аудит, то есть я выступаю в качестве эксперта и в данном случае не приглашаю реальных респондентов, которые реально хотели бы купить эти ландшафтные опоры, я должен поставить себя на место потенциального покупателя. Иногда это просто, когда я действительно подхожу на роль потенциального покупателя, а иногда не очень, как в данном случае, потому что мне никогда не нужны были ландшафтные опоры, и я не совсем понимаю, как рассуждают те люди, которым нужны эти ландшафтные опоры. Но я всегда могу пофантазировать и сделать небольшую поправку на субъективизм моих каких-то дальнейших решений. Допустим, я владелец участка в Ленинградской области, на участке стоит дом, к дому от ворот ведет дорожка, и я хочу вдоль этой дорожки поставить шесть фонарей на ландшафтных опорах, три больших и три маленьких. Вот такая вот у меня легенда. Я попал на этот сайт как раз вот с такой целью. Ну и третья важная составляющая перед началом аудита, и она фиксируется в моем документе, это гипотетические информационные ожидания посетителей. Возможно, на сайте есть весь необходимый функционал, который позволит достичь цели, то есть продать ландшафтную опору, но при этом у посетителя не будет достаточной информации для принятия решения купить ландшафтную опору. Приведу самый простой пример. Допустим, здесь есть ландшафтная опора, которую я могу положить в корзину, и которую я даже могу в конце оплатить. Но у ландшафтной опоры не указана цена. Цена указана, допустим, только уже, когда я ввожу номер карты. В таком случае, несмотря на то, что функционал продажи есть, информационные ожидания одной из основных узнать цену отсутствуют, а значит интерфейс будет неэффективным и не будет достигать своих целей. Здесь, в этом документе, как видите, красным я отметил вопросы, на которые нет явного ответа в интерфейсе. Это так, мы немножко забегаем вперед. И здесь много таких вопросов без ответов. Давайте быстренько пробежимся по нескольким из них. Куда это я попал и что здесь предлагают? Стандартный вопрос для любого интерфейса. Сколько стоят опоры? Из чего сделаны? То производитель, есть ли отзывы, сколько стоит доставка и так далее и тому подобное. Этот перечень я составляю в целом, проходя по интерфейсу. И он появляется не перед работой, а буквально в процессе работы. Ну, а теперь поехали. Я вот потенциальный посетитель. Начинаю знакомство с первого экрана. И на первом экране я обязательно ищу те слова, которые у меня звенят в голове, когда я хочу себе купить ландшафтные опоры. Ну, конечно же, я хочу увидеть здесь сразу слово ландшафтные опоры, сваи, крепления и любые другие синонимы этих слов. Читаем. Фундаментальные решения для уличного и ландшафтного освещения. Нету здесь таких слов, триггеров. Не привлекает меня это торговое предложение. Подберем надежное крепление. Ага, здесь все-таки есть крепление. Это хорошо. Для вашего уличного фонаря или ландшафтного светильника. Ну и получается, я бы сразу дал рекомендацию в торговое предложение вывести вот эти вот триггерные слова, чтобы я все-таки сразу понимал, что здесь продают, и находил именно то, что я здесь ищу. Справа я вижу какие-то картинки. Меня они особо не интересуют. У меня есть какие-то ассоциации, что это три кнопки без бетона, без грязи, без проблем. Но это на самом деле ни на что не влияет. Я сразу вижу кнопку «Подобрать» и на нее сразу и жму. Страница пролистывается немножко вниз. И здесь мне предлагают выберите размер фонаря, запятая пропущена, который нужно установить. Маленький, средний, большой. Мне уже на этом этапе может быть сложно разобраться. И здесь неплохо бы смотрелся какой-то призыв к действию, что не знаете, какие нужны крепления вам, не разбираетесь в ваших фонарях, есть какие-то вопросы, звоните, пишите и так далее. Но благо у нас есть здесь кнопочка с телефончиком и кнопочка для обращения в мессенджеры. Опять же, небольшой спойлер, эта кнопочка для обращения в мессенджеры как раз появилась в результате моего аудита. Раньше ее здесь не было. Так, ну, допустим, начну с маленьких. Захожу внутрь, вижу, что шапка исчезла, кнопка «Назад» в левом верхнем углу. Вижу большую фотографию опоры, заголовок, какое-то описание с массой, с диаметром, с миллиметрами. Ну, хорошо, допустим, я это прочитал. Меня больше здесь интересует, подойдет ли эта опора для моего грунта, насколько сложно ее устанавливать, сколько она прослужит и так далее. То есть есть ряд вопросов, на которые здесь, опять же, забегая вперед, на части из них нет ответов. Но здесь есть кнопка «В корзину», я на нее жму, ожидая, что этот товар добавится в корзину, но мои ожидания не оправдываются, я прокручиваюсь вниз и вижу, что здесь вы можете оформить заказ. Здесь снова кнопка «В корзину», но я уже опытный, я предполагаю, что я на нее нажму, и произойдет снова что-то непредвиденное. Казалось бы, это эргономическая проблема, эргономичная проблема, проблема в UX, но на самом деле она не так и сильно повлияет на продажи и на достижение цели. Да, это неудобно, но это не остановит посетителей этого сайта. Итак, я вижу ландшафтную опору, причем две с разной ценой, я не понимаю, почему здесь разная цена, ну, видимо, разные размеры, но я не понимаю, какой размер мне нужен. Я вижу монтажный ключ, я пока что ничего не знаю про эти монтажные ключи, и я вижу заказать монтаж, а вот это мне интересно. Цена указана за одну точку, ну, наверное, за установку одной сваи, то есть тоже не совсем понятно, что это значит. Жму кнопку в корзину, и вот, наконец-то, я вижу, что в мой заказ добавилась одна ландшафтная опора, 40 600, мне таких нужно три, и форма для заполнения моих данных. Фамилия, e-mail, телефон, дальше варианты доставки. Самовывоз со склада в Москве, мне, как для петербуржца, это не подходит. Доставка курьером по Москве и Московской области, мне это тоже не подходит. И доставка транспортной компании в регионы, кроме Москвы и Московской области. Стоимость рассчитывается индивидуально. Но если стоимость рассчитывается индивидуально, мне бы все-таки хотелось узнать, сколько это будет стоить, потому что я вот сейчас кредитной картой онлайн где-то оплачу вот эти 5 250, а потом мне скажут, что за доставку надо заплатить еще 52 500. Поэтому мне этот вариант не подходит. И на самом деле получается, что в моем сценарии цель продажи ландшафтных опор не достигается. Я бы закрыл это окошко и, наверное, пошел бы искать информацию о том, кто продавец, какие там условия доставки и так далее и тому подобное. Но давайте еще обратим внимание на блок посерединке. Легкий самостоятельный монтаж, видеоролик. Видеоролик – это всегда хорошо. Я возвращаюсь назад и хочу добавить 3 средних опоры. Здесь уже знакомый интерфейс. Я уже помню, что кнопка назад находится слева сверху. Здесь описание находится ровно на тех же местах. Здесь я снова могу положить в корзину 3 ландшафтных опоры. И, допустим, заказать монтаж я могу положить в корзину. Но я, разумеется, не буду класть в корзину заказ монтажа, потому что слишком мало информации. А будет ли монтаж в моем регионе, в Ленинградской области? Непонятно. То есть мне в любом случае придется писать или звонить. И, в общем-то, по результатам прошлого аудита, который я делал по этому сайту, я так и сказал, что, скорее всего, продажа не совершится. Добавьте лучше дополнительную кнопку с дополнительными способами связи. Ну а я тем временем, наверное, пойду и попробую найти какую-то информацию о продавце. Я вижу справа сверху значок с картой. Здесь нет никаких подписей. Я могу только догадываться, что это координаты. Наши контакты. Здесь внезапно кнопка назад оказывается справа сверху, а не слева. И я вижу, что здесь есть e-mail, есть адрес и нет никакой информации о, собственно, продавце. Но это, наверное, не очень хорошо. В подвале я вижу политику конфиденциальности, политику возврата товаров и денежных средств и партнерскую программу. Но снова я не вижу ни оферты. Давайте-ка посмотрим. У нас внутри корзины, когда мы жмем кнопку «Отправить», мы соглашаемся с политикой обработки персональных данных и офертой. А оферты здесь нет. И политики обработки персональных данных тоже нет. Скорее всего, речь идет о политике конфиденциальности. Но я обращаю внимание сразу на то, что когда мы заходим в корзину не из карточки товара, а из, допустим, главной страницы, здесь уже нет выбора способа доставки. Ну что ж, посмотрим еще другие вещи. На нашу сваю устанавливается ассортимент светильников торговых сетей. Ну, наверное, это хорошо. Я понимаю, что я могу в обе купить что-то, что можно будет поставить на эти сваи. Сваю. Здесь вот «свая» используется слово. Почему стоит выбрать нас? Сертификат соответствия, запатентованная свая. Хотелось бы взглянуть на этот сертификат поближе. На этой маленькой картиночке ничего не разглядишь. Но переход по ссылке ведет меня на страницу какой-то конкретной ландшафтной опоры. Разочарование. То же самое касается и запатентованной сваи. Конечно, было бы здорово, если бы при клике на эту картинку я бы видел большую версию этой картинки, и мое доверие бы сразу возрастало. Нам доверяют Хо-Хо-Хо, аэропорт Домодедово, корпоративный университет Сбербанка, Роза Хутор и так далее. И тут я со своими шестью фонарями для своего личного участка начинаю чувствовать себя не по адресу. Если здесь такие крупные клиенты доверяют этому производителю, возможно, он все-таки работает не на таких, как я. И, возможно, изначально я ошибся с целевой аудиторией. Когда я провожу платные аудиты, а этот аудит бесплатный, перед началом работы я согласую с клиентом, всех потенциальных клиентов, клиентов, то есть их целевую аудиторию, и уже не оказываюсь в таких не совсем понятных ситуациях. Отзывы клиентов. Здесь я вот могу приблизить отзыв. Это хорошо. Отзывы я вижу в мессенджерах. Первый отзыв действительно отзыв. Здесь прям огромная анкета с ответами на вопросы. А другие два – это просто пальцы вверх и иконки в виде рукопожатий. То есть из этих отзывов, в общем-то, я не получаю никакую полезную информацию. Поэтому отзывы такие себе. Ну, пожалуй, пробежался я по всему сайту. Теперь вернемся к результату моего аудита. В результате получается вот такой документ. В нем я красным отмечаю те пункты, которые больше других влияют на достижение целей. На самом деле в аудите может быть, не знаю, больше 50 различных пунктов, но я всегда предлагаю клиенту исправить какой-то один недочет, который, по моему мнению, повлияет на результат больше, чем все другие. То есть всегда мы можем поправить что-то одно. Так, как мы видим, у меня аудит разбит по разделам. Вот замечание для главной. Я обычно пишу текст замечания. Ну, например, торговые предложения и аннотация на главной могли бы быть прямолинейнее. А потом я еще даю рекомендации, как это замечание можно исправить. Крепление опоры для уличных фонарей и ландшафтных светильников. В аннотацию можно вставить красивые... Ну, в общем, расшифровываю, что я имею в виду, и говорю, как это поправить. Иногда для некоторых моментов я подготавливаю такие картинки. Здесь я продемонстрировал, как я изменил уже торговое предложение и аннотацию на те, которые мне кажутся более удачными. Вот красным выделена моя самая главная рекомендация. Не хватает подсказки призыва к действию для тех, кто не знает, какой размер выбрать. То есть когда я здесь нажал на подобрать, здесь я уже могу немножечко потеряться. И здесь неплохо бы меня такого потерянного взять за руку и превратить в лид. Это никак не скажется на цели интерфейса. То есть это не приведет к продаже с помощью интерфейса, но это приведет к продаже после разговора с владельцем этого сайта. Поэтому я считаю эту рекомендацию самой важной во всем этом аудите. Вот я здесь показываю, как это могло бы выглядеть. Сложно выбрать, большой проект, нужны опоры разных размеров, звоните по телефону, пишите в Telegram или ВКонтакте. Дальше. Хотелось бы реальных кейсов, а не логотипов со ссылками на товары. То есть здесь у нас есть логотипы. Если мы заходим в один из них, мы оказываемся на карточке товара. Ну а почему бы не сделать отдельную страницу с рассказом о том, как классно мы украсили или обслужили парк-поселок Никола-Ленивец. Хотелось бы взглянуть на сертификат и патент, как я говорил, а не переходить в товары. Хотелось бы ознакомиться с популярными вопросами и получить на них ответы. Да, даже если мы не найдем способа встроить ответы на некоторые вопросы в интерфейс, мы всегда можем использовать старый добрый блок «Вопросы и ответы» и потихонечку дополнять его все новыми и новыми вопросами от нашей целевой аудитории. В карточке товара нет ответа на вопрос, из чего сделана опора. В видео про монтаж не хватает информации о том, кто нам с него вещает. Нет ответа на вопрос, для каких грунтов подходит опора, а для каких нет. Ну, то есть, если мой участок песчаный, я все-таки задамся вопросом, а подойдет ли эта опора для того, чтобы устанавливать на ней мои фонари. Механизм добавления в корзину предполагает покупку одного типа товара. Если чаще покупают больше, чем один тип, я бы перепроектировал этот участок. Ну, это не так и важно. Несмотря на то, что мне неудобно было бы переходить из раздела в раздел, чтобы добавлять маленькие, большие и средние опоры в корзину, я справлюсь с этим, да и другие посетители тоже с этим справятся. Поэтому это не самое критичное замечание. Оформление заказа. Нет текста оферты, с которой соглашаются покупатели, ссылки на политику. Непонятно, куда производится доставка, этот момент уже подправили. Непонятно, в каких регионах возможен монтаж, а это очень важная штука, потому что я, заказывая монтаж, вообще не представляю, приедут ли ко мне в Ленинградскую область и поставят ли туда опоры за 1450 рублей, или это вообще невозможно. Также я что-то написал про сквозные элементы. Ну, это не суть как важно. Ссылку на этот документ я оставлю внизу в описании к этому видео. Ну и финалочка – это заключение. Заключение такое. Несмотря на то, что сайт удовлетворяет всем функциональным требованиям, он недостаточно закрывает информационные ожидания, чтобы можно было совершать покупку, не обращаясь к оператору. Значит, цель продажи ландшафтных опор достигается плохо. То есть сайт на самом деле неплохо работает, если клиенты будут связываться, вот звонить и писать, задавать вопросы и делать заказы. А если цель у сайта, чтобы они без звонков совершали продажу и получали все ответы на свои вопросы предварительно, то вот она не достигается. Только в тех случаях, когда у покупателя нет никаких вопросов про монтаж, ключи, доставку и т.п. Да, то есть если я живу в Москве, я уже представляю, сколько весят эти сваи, как они упакованы и готов приехать сам на склад, забрать их и купить нужное мне количество через этот интерфейс, я с этой задачей справлюсь. Итого. Функции, необходимые для достижения цели, я даю 9 из 10. Какой здесь одной функции не хватает, по моему мнению? В корзине не хватает автоматического расчета стоимости доставки транспортной компании. То есть если бы эта функция была, то это было бы 10 из 10. Несмотря на то, что у меня недостаточной информации для принятия решений, я все-таки мог бы справиться с заказом этих свай даже ко мне в Ленинградскую область. Закрытие информационных ожиданий 4 из 10. Тут понятно почему, вон сколько вопросов и как мало на них ответов можно увидеть. Юзабилити 5 из 10. Здесь можно не вдаваться в детали, потому что юзабилити в данном случае я считаю не самым важным каким-то моментом. Это кнопка в корзину, которая непонятно что делает, потому что мы скроллимся вниз и не добавляем товар в корзину. Это скачущая туда-сюда кнопка назад, но еще какие-то другие вещи по мелочам. Мои рекомендации. Это дать описание по габаритам и весу упакованного товара. То есть либо в карточке товара, либо в корзине. Вес и габаритные какие-то характеристики указать, чтобы я понимал, мне газель нужна или я могу на своем Тигуане туда приехать. Дать описание по монтажу, регламент и регион. Ну то есть мы монтажом занимаемся только в Москве или мы можем приехать к вам. Или это вообще зависит от объема заказа и от чека. Ну то есть подробно обо всем об этом рассказать, чтобы у меня была эта информация необходимая для принятия решения. Дать описание по монтажным ключам. То есть буквально для монтажного ключа и для монтажа сделать прям такие же отдельные карточки товара, как и для самой ландшафтной опоры. И тогда все станет на свои места. Ну и добавить функцию, позволяющую узнать стоимость доставки в регион с учетом количества приобретаемого товара. Вот такой, можно сказать, экспресс-аудит. Этот аудит я проделал бесплатно, повторюсь. В своем Телеграм-канале я как-то раз опубликовал пост «Кидайте мне свои интерфейсы, и я проведу для вас аудит, в котором дам какую-то одну рекомендацию, которая позволит улучшить интерфейс с точки зрения достижения озвученной вами цели». Вы можете в комментариях к этому видео или в моем Телеграм-канале отправлять мне точно такие же запросы на бесплатные аудиты. Ваша цена за этот аудит — это моя возможность опубликовать вот такое видео, как это, с рассказом про ваш проект и про ваш интерфейс. Кстати, это совсем не обязательно сайт, это может быть что угодно. Описание в вашем профиле, рекламное объявление, какой-то текст, картинка, что угодно. Это все интерфейсы. Ну, а если вы не хотите бесплатного аудита, хотите заказать у меня платный аудит, и чтобы я не опубликовал после этого никаких видосиков, ну, только по желанию, то можете обратиться ко мне за платной услугой. Ссылка тоже есть в описании. Платная услуга несколько отличается, потому что я перед началом работ согласую целевые аудитории, согласую информационные ожидания, проверю ваших конкурентов, запрошу доступ к метрике и обязательно проверю интерфейс на разных устройствах и в разных разрешениях экрана. А на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. В описании к этому видео все полезные ссылки, в том числе на мой Телеграм, не забудьте подписаться. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз.